Современная 11-я школа, упакованная новейшим оборудованием для обучения, уже принята специальной комиссией и готова встречать учащихся хоть завтра. На выделенные из бюджета средства был выполнен ремонт санузлов и туалетов, в некоторых кабинетах покрашены стены и заменен линолеум. Здесь классы больше напоминают аудитории в американских колледжах, где каждый ребенок может сидеть за компьютерным креслом и индивидуальной партой, и в то же время дети могут расположиться вокруг одного круглого стола для работы в группе. Кадрами школа тоже укомплектована, не хватает только учителей информатики, пожаловался директор, но у администрации есть несколько кандидатур. Оснащение библиотеки, вы сейчас находитесь в библиотеке, у нас 100%, все дети будут обеспечены учебной литературой. В преддверии начала учебного года, естественно, идет и подготовка нормативно-правовых документов, касающихся деятельности образовательной организации, комплектования школы, потому что идет движение, дети прибывают, выбывают, поэтому набор детей идет в школу. В управлении образования рассказали, что текущие ремонты проходят во многих школах города. Рабочие устраняют нарушения, которые нашел Роспотребнадзор. 19 миллионов в этом году направлены на ремонты кровель, помещений, систем электроснабжения, отопления и фасады. Единственный капитальный ремонт – кровля 28-й школы. Мебель и оборудование обошлись в 4,5 миллиона. Из регионального бюджета 20 миллионов пришло на учебники и пособия. На данную сумму образовательными учреждениями будет закуплено более 80 тысяч экземпляров учебников. В основном это учебники для начальной школы и для основной школы. Причем большая часть учебников для учащихся седьмых классов, которые у нас массовые, переходят на реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Есть в нашем городе и удивительные фиалковые коридоры 24-й школы. С каждым годом здесь становится все больше необычных сортов и разновидностей комнатных фиалок. Белые, розовые, сиреневые цветы. Изобилие и пестрота красок могут удивить любого ботаника. В народе считается, что запах и цвета этих растений благотворно влияют на детей и делают их более послушными. Они также заждались школьников с каникул. До начала учебного года осталось две недели. Дарина Коваленко, Сергей Павлов, Новости.